Хеллоу, гайз! Говори и показывает Гусев Александр, и добро пожаловать на Глафи Геймс. Сегодня я пришел к вам с игрушкой под названием Парк Юрского периода, часть 2-я эволюция. Какая именно эволюция произошла в игре, мы сегодня и обсудим. Устраивайся удобнее, бери побольше вкусняшек, ну а я буду начинать. Ну а начнем мы, пожалуй, с кампании. Сразу вынужден буду предупредить, что это короткая, буквально 4 часа разминка сюжета. В ней Олан и Клэр разгребают последствия финала второго фильма, когда на поневоле оказалось множество разнообразных динозавров, которых больше не сдерживает остров. Ну так вот, первым делом мы берем в руки ружье с транквилизатором, садимся и вертолет, которым можем управлять сами, и летим усыплять динозавриков. Разного галибра, понятное дело, для того, чтобы обезопасить людей в первую очередь. Дальше создаем галерею, куда и перемещаем наших динозавров, предварительно создавая там приятную обстановку, из которой динозавры не захотят больше сбегать. Особенность кампании заключается в том, что создавать парк больше не нужно. Главное удержать динозавров и не дать им добраться до городов. От отсутствия сложных механик кампания вышла довольно-таки казуальной. Задачи простые, миссии короткие, а денег, блин, у них просто до хранища. Никакого челленджа в итоге, а потому все пролетается даже слишком быстро, но это как по мне. Однако не спешите расстраиваться, потому что после кампании начинается хардкор. Первонаперво нам предлагают пройти небольшую цепочку испытаний, где на очень ограниченной территории нужно построить успешный парк, попутно выполнив несколько непростых задач. Но это не отнюдь самое интересное. Режим теория хаоса, друзья мои. Вот ради чего строилась игра, я так понимаю. Это по сути 5 сюжетов, каждый из которых посвящен одному из 5 вышедших фильмов серии. А задача игрока не допустить катастрофы в каждом из них. Нужно напрячь все знания об игре, чтобы спасти ситуацию и чьи-то жизни. Собственно, в этом режиме уже идет полноценное строительство парков, с добычей ДНК динозавров, выращиванием ящеров, экспедициями, созданием комфортных вольеров и кучей заданий для туристов. Изменений по сравнению с прошлой частью, скажу сразу, минимум. Появились полноценные вольеры для летающих и плавающих динозавров, а в лабораториях теперь нужны разнообразные ученые, которых следует нанимать и самое главное не забывать прокачивать. Механика с динозаврами не потерпела какого-то, ну, заметного изменения. Вам все так же нужно селить их отдельно, либо внимательно подбирать сожительство. Не как я посадил хищника с травоядным, и, короче, да, вы знаете последствия. Уже могли видеть на стримчанских. Можно улучшать им гены с вариативностью по разным показателям, следить за уровнем комфорта в вольерах, балансируя между потребностью динозавров в пустыре и лезть одновременно. Водный баланс, кормушки, размер загона, десятки разных перемен, о которых нужно учитывать, отслеживать и настраивать путем не всегда, но просто их манипуляций. Каких-то динозавров можно вывезти в инкубаторе, каких-то достать только с помощью экспедиции или, ну, гуманного, скажем так, отлова. Ах, да, чуть не забыл, друзья, островов, кстати, больше нет. Есть набор локаций. Локацию можно расширять через исследование. Места достаточно много, и в края карты упираешься очень редко. Тем не менее, хотелось бы как-то, ну, побольше просторов и разнообразия локаций. Почти все из них содержат в себе одинаковый набор водных данных. Это горестная местность, много лесов. Нет даже намек на присутствие цивилизации, ну, где-то рядом. По картинке мне игра понравилась. Прошлая часть выглядела как-то, ну, не знаю, мне более мультяшней, что ли, но вот вторая эволюция выглядит сильно взрослее, значительно современней, и там даже есть поддержка DLSS. Динозавры при увеличении призумия получили более четкие модели с явно большим количеством полигонов. На своем ноуте GTX 1660 Ti, Ryzen 4800, AHS и 32 оперативки игра у меня идет на максимальных настройках, без каких-либо просадок, и это мне было приятно. По итогу, друзья, парк юрского периода 2, эволюция, ну, там все здорово. В жанре парков развлечений с динозаврами у этой игры, в принципе, нет конкурентов такого уровня. Графика, озвучка, разнообразие вполне меня устраивает, и я с удовольствием буду возвращаться и следить за своими динозавриками. А на этом у меня все. Обязательно поддержи это видео своим лайком, а также комментарием для продвижения его в массы. Не забывай подписываться на наш канал, а также бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч, друзья, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok